здравствуйте меня зовут екатерина я являюсь психологом психологической клинике к фу и сегодня я бы хотела рассказать о такой важной теме как знакомство с собой как и где сделать это безопасно и первое на что бы я хотела обратить ваше внимание это как раз таки на себя в мире очень много разной информации и очень много людей могут давать нам разные советы мы можем постоянно быть в поиске себя и тут важно понять а что именно нам откликается в этих советах во внешнем мире что нам откликается то нам и подходит то и является про нас и когда мы обращаем на себя внимание тут может появиться определенный страх а какой я а вдруг мне не примут и здесь мы уже можем перейти к следующему поговорим про определенные рамки счастливого человека у нас в обществе принято быть таким хорошим наверное слышали что есть плохие чувства есть хорошие чувства плохие чувства испытывать плохо а хорошие чувства они могут привести к успеху и люди тебя примут так вот нет хороших и плохих чувств нет плохих и хороших людей есть разные чувства есть разные люди и как раз таки благодаря тому что мы погружаемся вот в это плохое не совсем удобно не совсем комфортное чувство если мы идем вот в эту боль вот в этот страх мы именно там можем узнать себя и это увлекательный процесс мы позже поговорим про то как это сделать безопасно и комфортно для начала мы обсудим такую теорию природа наделила нас разными чувствами не для того чтобы мы что-то закрывали и блокировали а для того чтобы мы просто жили и чего-то достигали есть такая интересная фраза мне она очень откликается я бы хотела ее зачитать хотите покоя спите подольше и занимайтесь только привычными делами мечтайте избавиться от тревоги ешьте как можно больше шоколада пейте много пива и весь день щелкайте каналы телевизора проверено это работает можно стать безмятежным как сам будда но это скучно и совсем не весело поэтому если вам нужно что-то больше чем комфорт и сытость не бойтесь чувствовать и негативные эмоции вот мы с вами обсудили кратко эмоции переходим дальше сознательное отношение к эмоциям делает нас терпимыми к себе и другим когда понимаешь и принимаешь все свои чувства начинаешь уяснять что идеальных людей нет соответственно приходит и принятие себя самого и других людей теперь давайте поговорим о том какие есть признаки принятия себя и выделила такие интересные признаки которые могут сначала напугать человека или ему будет некомфортно но я думаю важно о них сказать первое мне кажется что что что-то идет не так я хочу найти свое место но не знаю как это сделать мне не нравится то чем я занимаюсь я корю себя за что-то меня постоянно что-то раздражает меня терзают сомнения обострение увеличения количество конфликтов все эти признаки как я уже говорила могут быть не совсем комфортными и может казаться что вы какой-то не такой с вами что-то не так но если пойти в эту потребность в этот страх и поменять вопрос на почему со мной так происходит на вопрос а что я с этим могу сделать для чего мне это нужно как я могу это решить мы можем выйти на новый уровень и как раз таки здесь тоже узнать себя одиночество или уединение я часто слышу как люди могут путать эти понятия они очень похожи но только есть такое отличие как например если взять одиночество это когда нам самим собой плохо мы не знаем чем нам заняться мы хотим сбежать мы хотим заполнить эту пустоту какими-то людьми какими-то зависимостями много чем можем ее хотеть заполнить а если мы берем уединение здесь можно сказать про то что это наш выбор мы выбираем чем нам заниматься нам интересно самим собой нам не скучно если говорить про выбор то одиночество это как будто бы выбор без выбора мы не хотим там быть и наверное его важно принять и для того чтобы его принять есть много разных техник и нюансов это уже другая полная обширная тема а вот уединение наверное это то состояние в которое хочется прийти в котором хочется иногда пребывать чтобы наполниться силами если говорить про тему узнавание себя чем больше мы узнаем и принимаем себя тем комфортнее нам в уединении самим собой тут я бы хотела сразу сказать об одной техники которые вы можете выполнить письменно это ответить на несколько вопросов я их сейчас зачитаю первый комфортно ли мне наедине с самим собой устраивает ли меня тот образ себя который я демонстрирую миру это настоящее если нет почему я боюсь показать себя таким какой я есть как я заботюсь о себе насколько это приносит мне пользу и насколько вред очень часто когда мы блокируем наши чувства чувства которые не хотим испытывать которые нам в этот момент неудобны наше тело она все равно дает знать что нам некомфортно что сейчас нам хотелось бы уйти что это бы я не хотел выполнять наше тело она нам об этом говорит я бы хотела привести пример как мы можем блокировать свои чувства вот пришли вы на работу и у вас состояние когда хочется ничего не делать хочется полежать дома посмотреть телевизор может быть у вас вообще произошло расставание вы расстались со своим партнером или что-то произошло у вашего близкого человека и вам абсолютно не до работы но начальник говорит о том что нужно сделать прямо сегодня отчет сидеть его и выполнять и вам приходится все эти чувства тревоги обиды блокировать и не проявить их на работе потому что они просто помешают вам выполнить этот отчет а если вы не выполните отчет то вас могут уволить или выписать штраф может произойти все что угодно и вы своим взрослым мозгом понимаете что лучше я сейчас не буду проявлять эти чувства а просто молча его сделаю этот отчет проходит время эти чувства у вас сидят их важно разблокировать как разблокировать поплакать действительно посидеть ничего не поделать дома может быть поговорить со своим близким но вы это не делаете вы забываете еще что-то вас вносит другие дела и так чувство начинает накапливаться 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 и когда-то происходит взрыв что такое взрыв это может быть какая-то депрессия это может быть какое-то заболевание вы можете просто сильно психануть и все все свои эмоции вылить на близкого человека который вам вообще ничего не сделал все потому что вы поругались с подругой в транспорте вам нагрубила какая-то бабушка и вы не смогли и не нужно было до ей отвечать на работе начальник злой что-то вам сказал и вы так постепенно копите копите копить этот взрыв происходит и вы не знаете что с ним делать потому что просто нет опыта проживания этих чувств нет наверное экологичного пространства в момент когда вы это чувство испытываете чтобы его испытать что такое экологичное пространство ну вспомните ваше очень такое уютное приятное место для меня это например кровать у себя дома или кухня утро кухня кофе для меня это тоже такое приятное свободное место такое уединение и в моменте у вас этого пространства нет вы не можете проявить это чувство на работе да вам это не безопасно сделать и вы это все накапливаете в себе и тут можно задать вопрос да где их проявлять что делать и о решениях мы поговорим с вами в последующих слайдах а также тут я бы хотела рассказать об одной практике которую вы можете сделать дома вы можете сесть поудобнее там где вам никто не будет мешать можете сесть закрыть глаза так успокоиться почувствовать свое тело как вы можете почувствовать это почувствовать почву под ногами устойчивость почувствовать ваше ваше тело что вы сидите и лежите и задать себе такие вопросы можно про себя что происходит в моем теле сейчас у меня тянет правую лопатку о чем я сейчас думаю или чувствую вместо слова лопатки вы можете вставить то слово да про что у вас болит где у вас болит и так вы можете поизучать себя узнать себя лучше понять почему с вами это происходит почему это болит может не сразу получиться это абсолютно нормально можете не сразу стать спокойными или почувствовать что-то да абсолютно нормально пробуйте дальше пробуйте этот способ пробуйте способы которые о которых я буду говорить впоследствии и вы обязательно к чему-нибудь придете иногда может возникнуть такой вопрос а зачем вообще себя изучать ну живу я и живу все нормально работа есть отношения есть с родителями все в порядке в принципе я жизнью доволен и я бы тоже хотела поговорить про эту тему зачем нам все-таки себя понимать когда мы себя понимаем у нас появляется выбор мы можем выбирать на какой работе нам работать мы можем выбирать с какими людьми нам общаться мы понимаем в каком состоянии нам лучше идти например отдыхать а в каком состоянии нам лучше посмотреть фильм а в каком состоянии нам лучше пойти пообщаться с друзьями мы наконец можем понять а чего мы на самом деле хотим и может быть в этом есть определенная свобода далее я хотел бы перейти к еще одной техники которая поможет вам лучше понять себя эта техника состоит из нескольких вопросов вы также можете ответить на них письменно в каком-нибудь месте где вам будет комфортно уютно когда вас ничего не будет отвлекать эти вопросы вы можете увидеть на экране первое о чем вы думаете что чувствуете чего хотите что вас окружает вполне возможно что даже ответы на эти вопросы помогут вам также узнать себя лучше далее я бы хотела перейти к техникам которые проверены на практике я их даю своим клиентам и у них есть результат также я использую для себя наверное вы слышали фразу что психологу тоже необходим психолог и я постоянно нахожусь в процессе познания себя и каждый раз нахожу также что-то новое например данная таблица благодаря ей вы сможете писать свой личный дневник например описать ситуацию описать мысли которые вы ощутили в этой ситуации эмоции переживания какие действия вы совершили и ваши физиологические ощущения благодаря этому вы можете увидеть полную картину и посмотреть какие автоматические мысли у вас есть какие действия вы принимаете каждый день думая что будет какой-то другой результат какие ваши реакции действия вам мешают например как этот дневник самонаблюдения заполняю я у подруги было день рождения и именно в этот день мы с ней очень сильно поругались она мне сказала много обидных фраз мне было неприятно это сама ситуация какие мысли я ощутил какие мысли у меня возникли я подумала о том как она может со мной так разговаривать мы же подруги да я вообще сейчас уйду да не нужен ли ее день рождения она меня не уважает какие эмоции и переживания в этот момент у меня возникли жуткая обида ненависть злость отрешенность мне стало плохо я не ожидала этого какие действия я совершила да я хотела уйти я хотела сказать ей обидные фразы но я взяла паузу и после своих гневных слов я просто села в машину и начала размышлять о том что она в плохом настроении может быть у нее что-то не задалось она такой человек и это не значит что я должна обрывать полностью общение какие физиологические ощущения у меня возникли сначала у меня был такой холодный пот и у меня было чувство что мне хочется куда-то убежать я прям была готова прям побежать это что-то по сравнению с какой-то паникой у меня пошли мурашки я вот так напряглась даже сейчас у меня поднимаются плечи то есть я вот такое напряжение ощутила и мне захотелось ей ответить да в такую стойку встать у меня начали бегать глаза я начала заикаться вот такие физиологические ощущения у меня возникли как я говорила ранее я веду этот дневник и подобные ситуации у меня уже случались и в каких-то из них я действительно следовала своим эмоциям я могла накричать я могла уйти я могла разрушить отношения и потом я винила себя что не взяла эту паузу и благодаря этому дневнику и и вы можете увидеть что в этой ситуации я поступила по-другому и конкретно эта таблица мне помогает увидеть мои реакции которые мне мешают жить и попробовать сначала подумать что можно по-другому может быть потом попробовать а может быть потом это войдет в привычку я уже буду поступать так как мне важно поступить здесь мы больше говорим про автоматические мысли например человек 20 30 40 лет жил вот так он думал определенным образом он поступал определенным образом он понимал что в его жизни что-то не так ему хотелось что-то поменять но сам он не мог все потому что есть определенные мысли которые возникают как автоматизм вот они возникли и вы потом действуете по этим мыслям и вы являетесь в этот момент как будто бы заложниками этих мыслей и как раз таки эта таблица помогает отследить эти автоматические мысли и поразмышлять а как еще я могу подумать как я еще мог поступить и потом уже попробовать поступить по-другому после того как вы попробовали поступить по-другому ваш мозг запомнил что оказывается можно иначе и когда он это запомнил а запоминает он благодаря действиям то есть благодаря практике а не теории вы впоследствии можете поступить еще раз по-другому откорректировать свое поведение и соответственно поменять свою жизнь переходим к следующей технике мне захотелось про нее рассказать это арт-терапия она достать достаточно обширная что вы можете сделать для себя сделать дома есть три методики например вы можете взять листок бумаги и карандашом начать вести разные линии просто хаотично любыми цветами любой любым любым карандашом фломастером красками просто начать вести разные линии можете взять еще один листок и тем самым у вас тоже будет происходить саморегуляция могут возникать какие-то мысли которые я бы рекомендовала записать то есть вы будете находиться в таком медитативном состоянии и благодаря этому состоянию ваше подсознание может выдавать какие-то мысли которые вы можете потом записав о них подумать также маска личности о чем это вы можете также взять два листка и на одном нарисовать того человека ту себя того себя который реальный этот который идеальный если говорить кратко я реальный я идеальный вы можете нарисовать по-разному можете с туловищем можете просто лицо опять же разными красками разными карандашами и подслеживать что ощущаете какие мысли возникают в этот момент ну и также калаш будущего из слов это может быть даже калаш не только будущего просто вы можете повырезать разные картинки или найти их в интернете и сделать калаш также посмотреть что чувствуете о чем думаете и записать это в нашей теме есть момент безопасности как же узнать себя безопасно да есть много разных техник которые вы можете проделывать дома но они могут быть не всегда понятными и вы не знаете каким мыслям и чувствам они могут вас привести возможно вы не сможете сами в одиночку с ними справиться и вот для того чтобы сделать это безопасно нужен специалист психолог психолог это человек который может разделить с вами вашу боль который может вас выслушать может вас помочь и направить он не даст вам совета он не скажет как вам жить он вас направит и вы уже пойдете сами по своей дороге и помните что ваше самопознание зависит от вашей честности к самому себе спасибо за внимание спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!